Переходим к экономическим новостям. Свежая финансовая сводка у Алексея Коваленко. Добрый вечер. Добрый вечер, Инна. Прожиточный минимум в России вырос практически на 4%. Такое распоряжение подписал Дмитрий Медведев. Спонсор рубрики финансовая группа «Сберегательный союз». Премьер-министр России подписал постановление о прожиточном минимуме на второй квартал 2015 года. Для трудоспособного населения показатель составил 10 тысяч 17 рублей в месяц. Для детей 9 800, а прожиточный минимум для пенсионеров определили 8 200 рублей. Напомним, в августе по опросам в ЦИОМ большинство россиян приемлемой для жизни назвали сумму в 23 тысячи рублей на человека. В крае заработали бесплатные торговые социальные ряды. Об этом сообщает департамент потребительской сферы региона. Всего для реализации населением излишков выращенной плоды овощной продукции организовано 215 таких торговых точек. Места для торговли на социальных рядах предоставляются на безвозмездной основе, рассчитанной на 2381 человека. Рубль продолжает медленно сдавать позиции. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 4 сентября, составил 67 рублей 1 копейку. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 33 копейки. Европейская валюта также выросла на 17 копеек и официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составил 75 рублей 26 копеек. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает комплексные программы финансовой поддержки для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Финансовая группа «Сберегательный союз». Построим будущее вместе. 8 800 5 977. Звонок бесплатный. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, когда все есть, хочется чего-то большего. И еще немного. Спасибо, Алексей.